Спартакеада Подчеркнуто интеллигентно и корректно, а любые спорные ситуации сглаживают с помощью чувства юмора. Вообще наших соперников я вчера впервые увидела в столовой двух мужчин. Я подумала, а может это хоккеисты, футболисты. Нет, наверное, это вольболисты. Ну вообще было страшно. Я одна женщина в команде, но у меня есть спортивная и большая подготовка. Я сделала все, что смогла. Соперник был очень сильный, но мне все равно очень все понравилось. Анастасия Николаевна не переживает, что ее команда в этой игре уступила соперникам. Ей известно, тут главное не победа, а участие и товарищеский дух. Сами вот эти спортивные мероприятия, которые здесь проходят, сближают. Мы общаемся, обменившись опытом. Просто веселые, прикольные старты такие. Здорово. Конечно, хотим выиграть, хотим победить, но нет такого, что какая-то может быть злость или что-то. Наоборот, все дружелюбные, все друг друга поддерживаем и рады видеть. Многие соперников могли бы назвать друг друга коллегами в преподавательской деятельности. Потому что в своих научных дисциплинах они изучают схожие вопросы, хотя и в разных вузах. Здесь я встретила одного мужчину, преподавателя. Мы с ним вместе в октябре выступали на научной конференции в Санкт-Петербурге, посвященной дню рождения кафедры хирургии. Он меня узнал. Я тоже на него смотрела. Узнавание было. И вот мы друг друга здесь встретили. Он теннис. Играет в теннис. Преподавателю, занятому в основном интеллектуальной деятельностью, подобные состязания помогают оставаться в хорошей физической форме, а также чувствовать себя гармонично развитой личностью. Многогранный человек. Если он только думает и при этом никак не двигается, то он какой-то однобокий, однотипный, одновалентный. Приятно показать то, что я умею, помимо математики, которая на сегодняшний момент как бы основная роль в качестве вуза и в качестве преподавателя. Спартакиада продолжится до 17 февраля. Результаты спортсменов позволят подвести итоги физкультурно-спортивной работы в высших образовательных учреждениях Министерства сельского хозяйства России.